Здравствуйте! Это Координационный Центр. Меня зовут Георгий Георгиевский и мы продолжаем серию видео-интервью с замечательными людьми. Эти интервью приурочены 20-летию Координационного Центра сегодня у нас в гостях Алексей Соколов. Алексей, расскажи вообще, кем ты сейчас работаешь, как тебя правильно представлять? В данный момент я работаю в Яндексе. Официальная должность называется «Директор по развитию сетевой инфраструктуры». И, в общем-то, я отвечаю за всю внешнюю связанность Яндекса со всеми операторами, за то, чтобы Яндекс был отовсюду хорошо доступен. Это моя зона ответственности. Вот. Красота. Главный по тарелочкам, можно так сказать даже. По связи. По связи. С чего началось твое вообще знакомство с отраслью связи, интернета? Вообще, как вообще пришло к такой жизни? Случилось, да. Ну, после окончания института я оказался в Институте космических исследований Российской Академии Наук, где в то время очень сильно были развиты компьютерные технологии, и где, благодаря усилиям замечательного человека Назирова Равильевича, который был замдиректора и отвечал за компьютерное обеспечение работы института. Так вот, благодаря его усилиям в ИКИ появилась первая международная сеть в свое время. Это она еще была до интернета. Это была сеть под названием Битнет. Эта международная сеть связывала все европейские университеты, и благодаря сотрудничеству института с Европейским космическим агентством, соответственно, ему удалось договориться, чтобы в нашем институте соответственно, вот, появилась международная компьютерная сеть. И, в общем-то, с этого началось увлечение сетями и, так сказать, работы в сетях и так далее. Следующим этапом, опять-таки, Равиль Равильевич Назиров сумел договориться с американским космическим агентством, с НАСА, о том, чтобы нас подключили к американскому сегменту сети интернет. То есть, у нас был организован выделенный цифровой канал прямо в Goddard Flight Space Center, вот, и, соответственно, мы получили доступ в интернет, но тогда доступ в интернет практически американский. То есть, мы сидели в американском адресном пространстве и для внешнего мира выглядели как часть американской сети. Вот, но потом все-таки все пришло на круги своя. Вот, была создана научная сеть Russian Space Science Internet и много там чего еще происходило, тоже очень интересного. Там появилось содружество научных институтов, была построена так называемый Южный Бэкбон, ЮМОС, опорная сеть оптоволоконная, соединяющая институты, территориально как бы находившаяся в южной части Москвы. Там, соответственно, ИОХ, ИКИ и там, в общем, масса других институтов были подключены. Это уже был нормальный, соответственно, интернет в каждом из институтов с нормальным выходом в мировой интернет. И вот, собственно, так вот и началась моя жизнь в интернете. Ну, соответственно, мне еще в жизни очень повезло, потому что в 1994 году судьба меня свела с замечательным совершенно человеком, который, откровенно говоря, был практически душой и сердцем процесса появления интернета в России с Валерием Бардином, который был вдохновителем создания Ирилкома и Демоса. Вот. Но к 1994 году он уже от связи как таковой уже отошел. Вот. И, соответственно, задумал первый фактически такой контентный поисковый сервис, который назывался Национальная служба новостей, Национальная электронная библиотека. Ну, естественное место в силу моей работы в ИКИ, оно было рядом с ИКИ, так называемой стекляшки. Там такой был стеклянный корпус далеко от ИКИ. Вот. У нас была прекрасная связность по тем временам, выход в российский интернет. И из ярких воспоминаний того времени это было, конечно, участие, ну, кроме основной деятельности, потому что основная деятельность, она была состояла в том, что тогда не было электронных версий газет и журналов. И, соответственно, был создан огромный цех сканирования бумажной прессы, которую мы получали со всей России, там, несколько сотен изданий, все регионы, практически все издания в России. Мы их сканировали, переводили в электронный вид и, соответственно, поддерживали полнотекстовую базу данных, в которых можно было найти очень много чего интересного. Все 90-е годы вся информация со всех регионов, включая самые отдаленные, она была в одной базе данных. И вот анализ этой базы данных, он вообще много чего человеку, политологу, аналитику мог дать. Но тогда, к сожалению, еще далеко не все понимали ценность того, что в будущем называлась Бигдата, поэтому коммерческий успех, он был такой сомнительный у этого проекта. Но было несколько ярких моментов. А самый яркий момент той деятельности был то, что удалось договориться на первых выборах президента России 96-го года получать в реальном времени информацию по результатам голосования. И тут же выкладывать ее в интернет. И, соответственно, весь мир тогда лазил именно на наш сервер, смотрел, а что там в России происходит, за кого там голосуют. Это был в каком-то смысле звездный час, вот, Национальной службы новостей, Национальной электронной библиотеки. Вот, такое вот яркое, интересное было событие тогда. Те материалы, которые были тогда наработаны, они где-то сейчас живы? Можно ли их проанализировать? Это вопрос очень серьезный. Значит, живы ли они? Да, они живы. Это колоссальная библиотека, она до сих пор есть, она до сих пор работает. И, соответственно, более того, она все эти годы развивалась, значит, под, опять-таки, при непосредственном вдохновлении этой деятельности Валерия Бардина. Вот. Но поскольку она довольно критична, я бы сказал, это, ну, представляешь, вот, вот, есть база данных, в которой есть все о том, как люди жили в 90-е годы, разные люди. Откуда они пришли, куда они пришли, потому что в региональной прессе, на самом деле, не только в региональной, там была вся пресса, центральная, это как срез всей нашей жизни, это как самое лучшее досье вообще на всю нашу жизнь 90-х. Это как Facebook, Instagram и все вместе взяты с сегодняшних дней, где все о людях и компаниях есть. Все о людях есть, да. И причем она уникальна с той точки зрения, что поскольку тогда не было ни Facebook, ни Instagram, ничего другого, вот, а это, и это был самый, я бы сказал, период, критичный период развития перехода, то, конечно, база, безусловно, интересная, и она не у меня, хочу сказать сразу, вот, но она есть, она есть. Она ждет своего исторического исследователя. Ну, наверное, да, ждет своего исторического исследователя, да, потому что это уникальный материал, и он живой. В тот же период пришелся еще расцвет, как раз начало расцвета домена.ру и образование там в 95-96 году коронационной группы домена, которой ты, в общем, благополучно работал, входил в состав. Ну, работал сильно сказано, но, в общем, так сказать, дело в том, что все-таки в коронационной группе, которая тогда была, там в основном доминировали тогда появившиеся нормальные, как бы мощные интернет-провайдеры. Вот, а все-таки ИКИ с той сетью, которая была, Russian Space Science Internet, он, как бы, там, научный, это, в общем, не очень, так сказать, было, не очень голос был сдачимый. Нет, голос был сдачимый, я помню заседание, ты достаточно громогласно оставил свое мнение. Но заседание там проводили, в ИКИ было очень хорошее место иногда для заседаний. Вот, да, была тогда еще славная традиция, что-то я вспомнил, еще интернетовский Новый год одно время нам удавалось праздновать, когда после Нового года собирали всех-всех-всех тогда операторов и праздновали отдельный Новый год в районе Старого Нового года. Вот, тоже было такое интересное воспоминание. Вот. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, вот ты стоял у истоков организации Координационного центра. На твоих глазах менялась парадигма с одного большого регистратора РосНейрос на систему распределенную, когда много разных регистраторов. На твой взгляд с сегодняшней позиции, оправданно ли было то, что было предпринято в начале нулевых годов? Я считаю, что абсолютно оправданно, потому что, в принципе, что в доменной индустрии, что вообще в любой индустрии, возможны два крайних варианта организации, процесса работ, бизнеса, развития. Либо целиком и полностью централизованное управление, подразумевающее в каком-то смысле монополию на ту или иную деятельность, либо, соответственно, наоборот, полная распределенная система, в которой происходит саморегуляция на основе конкуренции. Но, как показала жизнь, особенно ярко пример Китая, на самом деле истина, она всегда лежит посередине. То есть, когда должна быть распределенная система на уровне конкретных регистраторов, обращенная к клиентам, но в то же время под, так сказать, неким неусыпным надзором все-таки контролирующего органа, а именно координационного центра. И вот такая вот система, на самом деле, которая дает, с одной стороны, возможность конкурировать, возможность развиваться, но, с другой стороны, все-таки не зарываться, не наглеть, скажем так, в виде, за который выполняет координационный центр, с моей точки зрения, она самая удачная и самая работоспособная. Причем не только в доменной индустрии, я бы сказал. То есть, вот хорошо в любой области, в том числе и в той, в которой мы там сами работаем, чтобы была, с одной стороны, и конкуренция, но, с другой стороны, чтобы в то же время в виде антимонопольного законодательства, в первую очередь, был контроль. Ну, сейчас вот есть ФАС, который, в общем, такие функции выполняет. – Скажи, пожалуйста, вот было много разных на тот момент вариантов развития событий, даже с созданием такой организации. Один из вариантов был назначить администратором домена верхнего уровня уже существующую на тот момент ассоциацию документальной электросвязи. Как ты думаешь, почему этот вариант не сработал? – Вообще, я думаю, что про эту историю должен был рассказать Алексей Павлович. Поскольку эта история, она, на самом деле, настолько многоплановая, я не знаю, Платонов рассказывал, вам или нет, про историю, связанную с попыткой получить на России статус регионального интернет-режистри, которая, так сказать, не очень была успешной по ряду причин. Но, в общем, я с огромным уважением отношусь к Кремеру лично и к ассоциации документальной электросвязи тоже. Более того, я до сих пор являюсь там членом правления. Но думаю, что все-таки АД, оно ближе именно к операторской деятельности, а все-таки доменная индустрия, она как бы все-таки не совсем операторская, вернее, скажем, даже совсем не операторская. И поэтому, конечно, все-таки я по-прежнему придерживаюсь мнения, что вот та модель, которая была выбрана, она все-таки была более правильной. Потому что, на самом деле, все-таки отдавать все под операторов, при всем уважении к ним, в данном случае, оно было не совсем корректно. То есть тот вариант, который выбран, он был балансным для учета многих интересов. Совершенно верно. Как сказать, для целей и задач разнообразных игроков рынка. Как операторов, так и простых пользователей, так и тех, кто хотел быть регистраторами доменов. Совершенно верно, да. Координационному центру 20 лет, да. Если абстрагироваться от того, что ты принимал участие в проектах координационного центра, в управлении этой структурой, а лично для тебя, лично, именно на эмоциональном плане, как для Алексея Соколова, что был координационный центр 20 лет назад, чем он является для тебя сейчас, и что бы ты хотел в год 20-летия пожелать координационному центру на будущее? Ну, для меня работа в координационном центре запомнилась в первую очередь, несмотря на все жаркие споры, дебаты до хрипоты, она запомнилась в первую очередь контактами, общением с совершенно замечательными, интересными, умными людьми. Вот это самое главное, вот для меня лично, да. Потому что, конечно, там правила для регистраторов это важно, там создание зоны РФ это важно, но лично для меня все-таки гораздо важнее было то, что была возможность работать с совершенно замечательными, умными людьми. Вот, и это вот самое яркое для меня воспоминание. Сейчас, к сожалению, я от координационного ума, не к сожалению, это нормально, немножко, так сказать, отдален по роду своей деятельности, но я надеюсь, что здесь осталась такая же замечательная атмосфера, вот я вижу, что здесь остались такие же замечательные люди, вот, и остается пожелать тому, что хорошая работа и главное вот этой человеческой, эффективного, человеческому эффективному взаимодействию, чтобы вам было комфортно здесь работать, общаться, чего-то придумывать, пока не пришли машины, всех нас не лишили. Ты несколько лет работал в Совете координационного центра, фактически органем, принимающим те или иные решения, утверждающим документы координационного центра, в том числе в ту бытность как раз была подготовка документов к запуску домена РФ, и ты был непосредственно участником событий запуска домена РФ. Может быть, что-то яркое, интересное ты вспомнишь из той поры? Ну, одним словом здесь не описать, но все-таки двумя это были очень жаркие споры, это были очень жаркие встречи, дело было новое, соответственно, там надо было все как-то создавать с нуля, и, в общем, это был яркий, интересный период жизни, конечно. И, как говорится, в спорах рождается истина, и я надеюсь, что, в общем, та истина, которая тогда родилась, что, в общем, она себя оправдала, я так надеюсь. А вот с обывательской точки зрения, что для тебя домен РФ был тогда, при запуске, 10-11 лет назад, и что сейчас? Во что это для тебя лично вылилось? Ну, в принципе, это хорошо, что есть домен РФ, это хорошо, что можно на родном русском языке, соответственно, заводить доменные имена тем, кому это реально необходимо, если кому-то это необходимо. Просто это еще одна... Всегда и человек, и бизнес должны иметь выбор. Кто-то хочет быть в одной доменной зоне, кто-то в другой доменной зоне. И, безусловно, существование доменной зоны на родном, так сказать, русском языке, оно очень правильно, оно оправдано, и хорошо, что оно есть. Я не считаю, что это было каким-то переворотом, революцией, еще чем-то. Это было нормальным, разумным дополнением к уже существующей системе. Поэтому, в общем, все это было... Хорошо, что это было сделано. Не зря. Не зря. Замечательно. Тебе, наверное, известно, что сейчас одна из продолжающих вот эту тему интернационализации активностей, это тема, связанная с универсальным принятием. Это когда будет возможность, например, использовать разные сервисы вроде электронной почты с интернационализированными символами с обоих сторон от собаки. То есть, УТФ-8, с одной стороны, пунья-код, с другой. Это не только касается кириллической почты, а также, в принципе, всей мировой. Это и возможность разных сервисов, от интернет-магазинов, заканчивая какими-то там прочими соцсетями, какими-то местами, где человеку нужно регистрироваться, использовать такую вот интернационализированную почту в качестве идентификатора своего прочего. Вот путь к расцветанию всех цветов, насколько он укладывается в тебя, как больше технаря даже, спрошу, в техническую парадигму развития того, что под капотом интернета есть? Техническая вообще любая реализация и вообще любая техническая реализация чего угодно должна следовать за потребностями людей. Людей, компаний. Иначе зачем она нужна? Правда? Надо же, чтобы это было кому-то нужно. Соответственно, только жизнь покажет все то, что ты перечислил, в какой степени будет, так сказать, востребована индустрия, востребована людьми. Это жизнь покажет. Но предоставить такую возможность, соответственно, людям, фирмам, криптопользователям, скажем так, оно, конечно, безусловно, надо. Насколько это будет успешно, жизнь покажет. Тут заранее, насколько будет востребовано, я бы сказал так, это покажет только жизнь. Здесь, так сказать, по-другому не скажешь. Только сам потребитель должен определить, насколько это кому-то нужно и полезно. Вот на сегодняшний день активный рост количества доменных имен, что в наших российских национальных доменах, что и в общем-то в мире, он достаточно такой стабилизированный. Нет ничего взрывного на сегодняшний день. Даже открывающееся сейчас, например, новое окно возможностей в NewGTLD доменах, в принципе, как эксперты считают, он тоже не сулит больших каких-то всплесков. Что может послужить новым драйвером развития именно доменной отрасли, привлечения интересов потребителей к регистрации доменов в большем количестве либо возврата вот того взрывного активного роста? Должен с грудью сказать, что не очень знаю. И более того, я понимаю, почему затормозился этот рост и понимаю, почему сложилась та ситуация, которая сложилась. И должен здесь признаться, что с моей точки зрения ключевую роль, к сожалению, но здесь ничего не поделось, в этом сыграли в первую очередь поисковые системы. Потому что до вот такого всеобщего развития поисковых систем, я бы сказал даже в каком-то смысле их доминирования, когда там, если недоступен поисковый сервис, то как-то пользователь считает, что нет интернета. Вплоть до того. К сожалению, роль домена как такового для конечного пользователя стало меньше. Потому что раньше и в поисковой выдаче, и просто в узнаваемости бренда было очень важно иметь соответствующий домен. Но сейчас, когда, соответственно, выход на конкретный сервер, на конкретный сайт, он определяется через поисковик, причем по любому, так сказать, поисковому запросу, вплоть до того, что он может быть с ошибками, с ошибками названия фирмы, с этим самым. Роль доменов, конечно, к сожалению, ну это факт жизни. Она несколько снизилась. Но тем не менее, все равно она остается необходимой точно так же, как остаются необходимыми товарные знаки, узнаваемость бренда и так далее. Поэтому вот на этом уровне, соответственно, значимость доменов, она остается. Но как инструмент продвижения бренда, конечно, к сожалению, роль доменов, она уменьшается. Это просто вот констатация жизни. Вот. Ну, что поделать? Что поделать? Ну, значит, развивается как-то по-другому. Ну, да. Технология, жизнь и потребности человечества. За прошедшие 20 лет насколько, на твой взгляд, усилилась роль влияния на развитие российского интернета со стороны государства? Со стороны даже больше отдельных чиновников, может быть? Конечно, она усилилась. Усилилась значительно. Вот. И, ну, просто государство осознало, что, в отличие от 90-х, когда мы приходили с нашими данными, говорили, смотрите, здесь же сколько можно всего проанализировать, чтобы найти правильные решения и так далее, и так далее. Нас тогда не понимали. В 2000-х уже государство стало потихонечку понимать, а вот уже в наше последнее десятилетие государство стало полностью понимать, что такое интернет, что такое информационное поле, его значимость, его влияние. И поэтому, естественно, стало пристально усилять, пристально уделять внимание интернету и издавать множество приказов, законов и так далее. И с этим, конечно, хочется дипломатично сказать, что было бы лучше, если бы при написании этих законов все-таки было больше взаимодействия с людьми, которые работают в этой отрасли. Поскольку я не очень хочется называть конкретные странности в существующем законодательстве, но их очень много. Вплоть до того, что, например, один конкретный пример, что, например, один из последних приказов Роскомнадзора, например, противоречит тому же базовому закону, по которому этот приказ издан. Просто противоречит. Вот. И, соответственно, такое многое где наблюдается. То есть, очень жаль, что при написании множества теперешних законов, распоряжений, приказов, очень влияние, собственно говоря, самой отрасли, оно, к сожалению, минимально. Хочу сказать, что последние годы я активно работаю в комиссии по связи Российского Союза промышленников и предпринимателей. Сложилось так, что вот сейчас это самый эффективный орган, который хоть как-то пытается достучаться до законодателей и до правительства. Вот. Но могу сконстатировать с грустью факт, что, в общем, прислушиваться очень мало. Практически из всех замечаний, предложений по всем законам и постановлениям, которые в последнее время предпринимались, мнение отрасли было, к сожалению, проигнорировано. Вот. Это касается практически всех законов, которые в последнее время предпринимались. Это очень жаль. А не думаешь ли, что это следствие просто некого нового переходного периода и потом наступит какое-то десятилетие гармонизации всех этих новых законов? Я оптимист. Конечно, хотелось бы в это верить, но, к сожалению, я пока не вижу никаких оснований для этого оптимизма. Вот. Так что, в общем, посмотрим. Пока оснований не вижу. Мы хотим представить, будто бы мы с тобой лет через десять встретились здесь, в этом кабинете, за этим столом к интервью, приуроченному к 30-летию Координационного центра. И хотим оглянуться назад на тот футуризм, на те предсказания будущего, которые ты сегодня мог бы сказать. Скажи, что нас будет через 10 лет окружать в плане технологий, в плане развития инфраструктуры интернета и будет ли вообще интернет как таковой? А может быть, это будет что-то другое? Здесь надо разделить вопрос на технологические возможности и развитие мирового сообщества как такового. Я, например, не берусь гарантировать, что интернет в нынешнем виде через 10 лет соответственно сохранится в том виде, в котором он есть. Потому что, к величайшему сожалению, по независимым от технорей причинам, в общем, наблюдается тенденция к сегментированию интернета на отдельные локальные фактически так сказать области, да, сети. И насколько далеко этот процесс может зайти и будет ли он вообще продолжаться, я не знаю, не берусь. Это скорее политика, чем, так сказать, технология. Вот. А с точки зрения того, что нас ждет, нас ждет очень много интересного. Потому что, конечно, я даже представить себе не могу, сколько нового дает возможность анализа, я сейчас банальные вещи буду говорить, но так оно и есть, что сколько нового дает анализ больших данных, то, что называется бигдата, насколько изменится наша жизнь, связанная с искусственным интеллектом, это каждый день просто удивляешься, если там, вы уже видите, оживляют старые фото, уже, причем, эта же жизнь изменит кардинально, то есть, скоро нельзя будет верить ни одной фотографии, даже ни одной видеосъемке, которую мы сейчас производим, потому что искусственный интеллект будет возможность создавать вот нас живьем, неотличимых, как будто мы там говорим что-то и делаем что-то, и не всегда то, что надо, вот, поэтому это жизнь изменит кардинально, конечно, опять-таки, с бигдата и с анализом данных и с развитием систем распознавания, конечно, те десятки тысяч камер, которые стоят по городу, они тоже нашу жизнь очень сильно изменят, да, то есть, будущее, оно, оказывается, гораздо ближе, чем нам кажется, вот, и очень любимый мой фантастический фильм, в котором людей арестовывали до того, как они совершили преступление, поскольку по анализу данных машина вычисляла, что он тут сейчас совершит преступление, поэтому, чтобы его не было, его там заранее арестовывали, вот, и, в общем, такое будущее, в общем, оно, всякое может быть, я бы сказал так, вполне радужное, да, потому что, в общем, нас ждут совершенно колоссальные в этом смысле изменения, вот, и я в деталях даже не боюсь думать о том, что это будет, потому что, к сожалению, развитие технологий, она как приносит и позитив, как нашу, так сказать, постоянную, ежедневную интеграцию вообще в мировое информационное поле, сейчас едешь, там, хоть в общественном транспорте, даже едешь в автомобиле, и все сидят, уткнувшись в свои смартфоны, даже за рулем, что меня вот так просто поражает, как можно одновременно рулить по Москве и смотреть смартфон, но это правда жизни, вот, и это положительное, но и всякие, так сказать, другие технологии, которые могут быть, в зависимости от того, кто ими управляет и кто ими распоряжается, могут быть, соответственно, как во благо человечества, там, быстрого обнаружения любого преступника, так и, в общем, во вред, все это будет зависеть от того, как оно дальше будет. Будем надеяться, что дальше все будет хорошо. Интересно. Будет хорошо. Ну, в любом случае, так или иначе, для кого-то будет хорошо. Будем надеяться, что для всех, для оптимистов. А вот роль человека в управлении сетями, в управлении передачей данных, в построении инфраструктуры для обмена информацией, насколько она будет оставаться велика? Вот сегодня все практически делается людьми, да? Ну, так или иначе, алгоритмы придумывают, изначальные алгоритмы люди, а потом уже там как-то это развивается. Вот в какой степени люди будут способны управлять той сложной структурой, которая будет в будущем? Ну, я высказываю только свою личную точку зрения, абсолютно личную, это естественно, да? Вот. Я хочу сказать, что роль человека вообще во всех процессах управления будет все меньше, меньше и меньше. И, собственно говоря, точно так же, как у нас уже беспилотные автомобили, будут и беспилотные поезда, они уже есть, беспилотные самолеты, вот, самоорганизующиеся компьютерные сети, самоуправляемые. И, в общем, это глубоко философские вопросы, что вообще останется человеку делать в этой ситуации. Вот. И тут могут всякие неожиданные там быть мысли, что может произойти, вот, вплоть до там ухода цивилизации в искусственный интеллект самим. Ну, в общем, это уже совсем далеко. Вот. Но то, что роль человека в управлении всем, чем угодно, будет снижаться, это безусловно. Искусственный интеллект и компьютеры при все возрастающихся возможностях, они, конечно, перестанут давать возможность человеку конкурировать с машиной, в любых системах управления. В любых. Ну, К этому надо быть готовым. То есть, грубо говоря, можно сравнить, как сегодня, с разработкой тех же самых электронных компонентов и схем. Если раньше мы могли прекрасно понимать на уровне элементарной логики, как работает тот или иной чип, то сегодня мы просто в этом одной головой разобраться не сможем. Да. Совершенно верно. Чем ты сейчас занимаешься? Потому что название должности звучит так всеобъемлюще, а что в повседневности твоей происходит? В повседневности происходит следующее. В моей зоне ответственности находится вопрос того, чтобы все сервисы Яндекса были хорошо доступны всем пользователям и в России, и во всем мире. Для того, чтобы это было так, кроме технологического обеспечения этой деятельности, ну, неизбежно и, грубо говоря, организационное. То есть, взаимодействие с операторами связи, организация, соответственно, договорных отношений с ними, создание оптимальной инфраструктуры связи с большим интернетом. А поскольку Яндекс.Компания такая, чего греха таить, сдачимая, то мы работаем абсолютно со всеми операторами, делаем с ними много-много разных проектов, связанными не только с доступом в интернет, но и с кэширующими серверами, с CDN-ом, и много-много чем еще. И, собственно говоря, та часть взаимодействия с большим-большим операторским миром, которые связаны именно с доступом Яндекса в интернет, она вот в зоне моей ответственности, и этим я и занимаюсь каждый день. Вот, общаюсь с операторами, нахожу оптимальные решения, контролирую того, чтобы, соответственно, там все порты были доступны, чтобы Яндекс везде хорошо был доступен всем. Вот это моя зона ответственности. Ты работаешь в компании, в которой достаточно такой средний возраст, вполне себе молодой. Мы тоже, как раз, с тобой еще не старые, еще тоже молодые люди. И скажи, пожалуйста, вот те новые лица, которые появляются в IT-технологиях, в любых, связанных с интернетом, программированием, все прочее, можем ли мы вот спокойно в некотором отдаленном будущем передать им в руки вот то, что мы успели насоздавать? Тут надо понять, что, от чего мы будем волноваться, от чего будем быть спокойными. Они совсем другие, надо сказать, действительно совсем другие. Это поколение, которое, оно мыслит по-другому, у нее менталитет другой, у нее приоритеты в жизни другие. Это просто вот следующая смена с другие люди. И если говорить, что спокойно ли мы за то, что они будут поддерживать дальнейшее развитие технологий, дальнейшее развитие информационного поля, дальнейшее развитие компьютерных сетей, безусловно. Причем они это будут делать даже еще с большим энтузиазмом, чем мы это делали, потому что, если для нас это было что-то новое, что-то интересное, это было так сказать важно, но это было именно там скорее научный интерес, особенно в начале 90-х, то для них сейчас это жизненная потребность, они без этого уже не могут, и поэтому они отдадут последние силы, чтобы интернет жил, чтобы соответственно это было, потому что они без этого уже не могут. Вопрос другой, хорошо это или плохо, что есть уже реальная интернет-зависимость почти вообще поголовно у всего молодого населения России, это вопрос неоднозначный, но она есть, реально, уже у человека, у которого в данный момент нет интернета, у него уже все начинается там паника. Есть такой момент, ну что поделаешь, а возможно просто это жизненная необходимость сегодняшнего развития человечества. точно так же, как мы себя чувствовали бескомфортно, дискомфорт испытывали при отсутствии телефонной связи где-то, где-то там попали, телефонной связи нет, начинаем волноваться, родители не отвечают, дети не звонят, мы волнуемся, телефонной связи нет, то теперь точно так же волнуются, если интернета нет, мессенджера нет, в инстаграм фотку не положишь, это все трагедия, это повод попереживать. ну я думаю, что все-таки мы не будем так сильно переживать. нет, мы это уже не будем, молодежь, она без этого уже не идет. но это означает, что они будут активно работать, поддерживать технологии, что это будет дальше развиваться, вопрос куда разовьется, что-то новое, конечно, да, вот на этой вот ноте о том, что будет появляться что-то новое будем заканчивать, спасибо тебе огромное, что ты нашел в своем сложном графике время приехать к нам и пообщаться. Рада тебя видеть всегда в Координационном центре, здесь тебя всегда ждут умные, интересные и добрые люди. Оставайтесь такими же, спасибо большое. С нами был Алексей Соколов, это Координационный центр, а мы будем продолжать, и пока, всем пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин